Здравствуйте, дорогие коллеги! Тема нашего сегодняшнего семинара, вебинара и лекции холангиоцеллярный рак. Это очень интересная опухоль, которая исходит из эпителия желчных протоков. И в зависимости от локализации этой опухоли в пределах эпителия желчных протоков различают внутрипеченочную холангиоцеллярную карциному, воротную или максимальную холангио-карциному, это рак общего печеночного протока, еще ее называют опухолью Клацкина в честь ученого-патоморфолога, который впервые описал эту опухоль, и опухоль дистальную, дистальную холангио-карциному, которая располагается в дистальном отделе общего желчного протока. Если говорить о эпидемиологии, то надо сказать, что в европейском регионе частота холангоцеллярной карциномы достигает 0,85 на 100 тысяч населения. При этом есть ряд регионов в мире, где эта частота достигает 80 на 100 тысяч населения. Речь идет о Таиланде, о юго-востоке Азии. Вот там это заболевание эндемично, что связано и с образом питания, и с большим числом сопутствующих патологий, которые предрасполагают к развитию данной патологии. Если говорить о России, то ежегодно в России регистрируется 6000 новых случаев злокачественных первичных опухолей печени. И с учетом частоты холангоцеллярной карциномы, то это приблизительный подсчет. Конечно, необходимо ввести регистр. Частота может достигать до 1000 и даже более в год первичных заболеваний. Вот это распространенность холангоцеллярного рака по регионам в мире. Вы видите, вот такие фиолетовые участки, да, это наибольшая частота поражения. В то же время мы относимся к области более низкой частоты встречаемости. Ну и я уже говорил о Таиланде, да, с северо-востоке Таиланда 85 на 100 тысяч населения. Какие же факторы риска имеется возникновения канцера, исходящих из желчных протоков? Вот они представлены на слайде. Это и возраст старше 65 лет, и метаболический синдром, который включает ожирение, сахарный диабет, а также ряд факторов, связанных с перенесенными операциями на желчных протоках, таких как билидегестивные анастомозы. Кроме того, ряд заболеваний, которые спровождаются хроническим воспалением в желчных протоках, такие как первичный сферозирующий холангит, внутрипеченочный холангиолитиаз, более характерный для Юго-Востока Азии, да, вирусные гепатиты С, ВИЧ-инфекции, цирроз печени различного генеза, а также ряд паразитарных заболеваний. Понятно почему? Потому что эти паразиты живут в желчных протоках, вызывают постоянное воспаление, и на этом фоне частота различных мутаций, аберраций и прочее возникает больше, и, собственно говоря, что и предрасполагает к развитию опухоли той или иной локализации, в зависимости от уровня поражения желчных протоков. Кроме того, есть ряд факторов риска врожденных, таких как болезнь кара или кислозное расширение внутрипеченочных желчных протоков, кистых оледах, а также врожденный фиброз печени. Нельзя игнорировать также факторы внешней среды, и существует достаточно большое количество гепатотоксических веществ, которые предрасполагают к токсическому гепатиту, которые предрасполагают к различным заболеваниям печени, в том числе и к опухолям злокачественным, исходящим из желчных протоков. Кроме того, вы видите и ряд препаратов, которые до сих пор мы используем, используя, в частности, изониазид при туберкулезе, они могут также вызывать гепатотоксические эффекты, и на фоне длительного приема препаратов может возникать различные заболевания желчных протоков. Ряд доброкачественных опухолей и изменений в желчных протоках, в пределах эпителия желчных протоков, такие как билярные аденомы, папиломатоз билярный, интрабилярные неоплазии, они, по сути дела, являются предканцером. И в зависимости от того, в каком месте имеется эта неоплазия, в том или ином варианте развивается либо внутри печеночная холанселярная карцинома, либо воротная холангия карцинома, либо цистальная холангия карцинома. Надо сказать, что существует взаимосвязь патогенеза холангия цивлярного рака с различными мутациями в различных хромосомах, и нужно сказать, что при холангия цивлярном раке чаще отмечаются дилеции, вот в частности в 6, 8, 9, 14 Q хромосомы, амплификации в 1, 3, 5, 7, так что, в общем-то, с одной стороны, это редкая опухоль, с другой стороны, достаточно много исследований посвящено исследованию мутации и генотипу при холангиярном канцере. И было показано, что, по сути дела, 40 генов гиперэкспрессируются в ней и внутри печеночных желчных протоков, а также при раке желчного пузыря имеются изменения в них, которые могут предрасполагать дальше к канцерогенезу. Если посмотреть, сколько различных изменений в экспрессии генов имеется при холангия цивлярной карциномии, вы видите, что вот в этих перекрещивающихся кружочках имеются одинаковые варианты, будем так говорить, совпадающих мутаций, изменений в генах, одинаковых при внутрепеченочной холангии карциномии, а также непеченочной холангии карциномии и раке желчного пузыря. Я не буду останавливаться на всех деталях молекулярно-генетических изменений при холангии карциномии, потому что это отдельная лекция, и хочу только продемонстрировать ряд слайдов, где вы видите, что уже достаточно хорошо изучены многие факторы, способствующие развитию холангии цивлярного рака. Осталось только понять, каким образом подобрать препараты к этим мутациям, которые могли бы заблокировать так называемые чекпоинты при развитии рака той или иной локализации, что позволит, может быть, в дальнейшем нам когда-нибудь отказаться от больших операций, потому что ранняя диагностика и патогенетические, и эти тропная терапия позволят нам справиться с этой тяжелой болезнью, которая на данный момент плохо подвергается, поддается стандартной системной химиотерапии. Вот сейчас бы я хотел еще раз остановиться на анатомической классификации холанг-солярной конференомы и продемонстрировать, где, на каком уровне и с какой частотой встречаются эти опухоли. Вот этот слайд как раз позволяет нам визуально определить, вот под номером 1 вы видите уровень, на котором локализуются опухоли, внутри печеночные холанг-солярные карциномы, они составляют 10% от всех холанг-холанг-холанг-холанг-холанг-холанг-холанг-холанг. Они находятся выше протока второго порядка, внутри печени, в различных, как бы, сегментах печени они могут возникать, они могут находиться, допустим, вот, в центральных сегментах, в четвертом, в B-сегменте, в первом сегменте, и они могут в этой ситуации увлекать и протоки правый и левый, печеночный проток. В этой ситуации дифференцировать внутрепеченочную холанг-солярному от воротной холанокарциномии практически невозможно. Только морфологи, изучая, из какого эпителия, из каких зон растут эти опухоли, могут предположить о том, речь идет о внутрепеченочной или воротной холанокарциномии. Но это только при той ситуации, когда они, внутрепеченочная холанокарцинома, находятся близко к воротам печени, близко к протокам второго, первого порядка и основным протокам. Опухоль Клацкина или воротная холанокарцинома – это опухоль, которая занимает желчный проток на уровне от пузырного протока до отхождения протоков второго порядка от левого и правого печеночного протока. То есть вот в этой зоне все опухоли, исходящие из желчного эпителия, называются воротной холанокарциномой или, как красиво по имени, опухоль Клацкина. Это наиболее часто встречающаяся холанокарцинома среди холанокарцином. И, наконец, дистальная холанокарцинома – это опухоли злокачественные, которые исходят из желчного эпителия на уровне от пузырного протока до уровня большого дуоденального сосочка. То есть это не поджелудочная железа, это не большой дуоденальный сосочек, это именно часть желчного протока, находящаяся в этих пределах. Нередко и это занимает 40 где-то процентов от всех канцеров в холанокарцинома. Надо сказать, что вот опухоли, небольшие опухоли вот этой локализации или вот этой локализации и вот этой, если они небольшие, то достаточно сложно иногда бывает поставить диагноз, морфологический диагноз. Когда развивается желтуха и опухоль имеет размеры больше сантиметра, понятно, диагноз обычно не вызывает определенных сложностей постановки. Вот на этом слайде представлена, собственно, классификация по бисмоту, которая топически определяет локализацию опухоли воротной, а именно опухоли Клацкина, воротной холанокарциномы. Это важная классификация для хирургов, потому что она позволяет понять, на каком уровне находится эта опухоль. Это первый вариант бисмота, второй вариант бисмота, третий А бисмот, когда общепеченочный и большая часть правого желчного протока поражается. Это третье Б, когда общепеченочный и большая часть левого протока. И, наконец, четвертый тип, когда оба печеночных протока и общепеченочный проток поражены опухолью. Вот такой ситуации, конечно, сложно. Да и в этих ситуациях нам иногда сложно, когда мы оперируем, понять, какой вариант резекции выбрать, правостороннюю или левостороннюю резекцию. И все определяется тем уровнем, каким образом мы можем достичь четки вероятности больше R0 резекции, то есть выполнения резекции, чтобы мы не получили опухоль на срезе. Конечно, нас лимитируют еще и другие факторы, а именно вовлечение сосудов. С одной или с другой стороны имеется в виду печеночная артель, или воротная вена. Конечно, нас интересует наличие или отсутствие атрофии печени, соответствующей стороны, потому что нередко опухоль, допустим, Клацкина врастая или бифуркацию, что плохо, потому что в этой ситуации обычно резектабельность проблематична, или унилитерально врастая в воротную вену, обычно в левую, вызывает нарушение притока портальной крови соответствующей доле печени, и начинается атрофия данной доли. Поэтому мы нередко видим опухоль в воротах, механическую желтуху, поражение желчных протоков, и видим уменьшенную, допустим, левую долю печени с расширенными желчными протоками. Понятно, что в этой ситуации при Клацкине Бисмут-4 мы вынуждены выполнять в любом варианте только левостороннюю резекцию печени с протоками, потому что правостороннюю мы не сможем выполнить, потому что имеется атрофия левой доли, которая не потянет функционально после операции, не даст пациенту нормальной жизни, разовьется острая печеночная недостаточность. Если учитывать гистологическую картину удаленных препаратов холан-целлярного канцера, то 90% это аденокарцинома различной степени дифференцировки. И вот еще выделяют гистологические такие макроскопические подтипы холангиоцеллярного канца внутрепеченочного. Сейчас я уже говорю не о Клацкине, а о той опухоле, которая исходит из эпители внутрепеченочных протоков выше уровня второго уровня. В зависимости от того, каким образом растет эта опухоль, подразделяют на узловую виде такой солидной опухоли, локализованной, различают перепротоковую с инфильтрацией, когда имеется и солидный компонент, и инфильтрация, различают внутрепротоковую, когда можно найти опухоль только в пределах слизистой, ее сложно иногда выявить лучевыми методами, вроде бы есть сужение, но мы не видим массы вокруг, и иногда представляют большие сложности на первых этапах понять, что это за структура. Это может быть внутрепротоковая такая стелющаяся холангия карцинома. Ну и узловая, когда имеется узел, и в то же время имеется внутри протоковая инфильтрация этой опухоли. Как показали исследования японских авторов, наиболее неблагоприятные с точки зрения отдаленных результатов, это вот именно узловая опухоль внутрепеченочная с перепротоковой инфильтрацией. Вот это различные варианты внутри протокового роста холангия карцинома, когда мы можем видеть попиллярный рост, одулярный или инфильтративный рост. Если говорить о стадировании, то мы используем классификацию ТНМ, это касается всех холангий и карцином, и мы сейчас используем ТНМ-классификацию, восьмую, и там прописаны все варианты роста, это Т, это размеры опухоли, Н, это наличие или отсутствие метастазов региональные лимфоузлы, и М, отдаленные метастазы. То есть, еще раз подчеркиваю, что все холангий и карциномы, внутрепеченочные, клацкиные, дистальные, имеют свои классификации ТНМ, и сейчас мы используем наиболее свежую, это классификацию восьмую, вот ТНМ. Если говорить о клинических проявлениях холангцеллярного канцера, то в первую очередь они проявляются, хотя, будем так говорить, когда появляется желтуха, это уже достаточно большого размера опухоль, которая перекрыла на основной, один из основных или основные протоки, и мы видим механическую желтуху, 84%. У ряда пациентов это не специфические такие признаки, могут быть, как потеря веса, боли, непонятные в животе, тошнота, лихорадка, связанная с холангитом, и понятно, что любая, как бы, жалоба такого плана, да, я уж не говоря о желтухе, требует от врача, от терапевта, от того, кто первый встретил с таким пациентом, понять, а с чем связано это, что это такое, и, конечно, на первое место выходят такие скрининг, варианты обследования, как ультразвуковое исследование, как гастроэколоноскопия, если мы что-то видим, то дальше мы начинаем уже поиск. Я хочу напомнить, что у нас есть и онкомаркеры, если у нас есть подозрение на какое-то онкологическое заболевание, мы можем скрининг онкомаркеров, и высокий уровень того или иного онкомаркера, для холангиоцеллярноканцера характерно увеличение уровня, повышение уровня СИ19.9, поэтому это тоже надо иметь в виду. Какие же варианты лечения имеются при холангиоцеллярном раке? Ну, на данный момент, пока я уже говорил, не открыли таргетные препараты, которые позволили бы заблокировать мутированные гены, которые предопределяют канцерогенез при холангоцеллярном канцере, мы вынуждены, если нам не успели, если мы поставили диагноз на том этапе, когда опухоль резектабельна, единственная операция – оперативное лечение. Оперативное лечение может быть от резекции печени без резекции протоков, если это речь идет о периферической холангодной карцинамии, когда, допустим, опухоль находится в одном из сегментов печени, там, 6-й, 5-й, 4-й, 2-й. В такой ситуации, если мы рано хватаем пациента, рано ставим диагноз, и нет отдаленных метастазов, нет поражения линфоузлов отдаленных, мы можем выполнить изолированную резекцию печени. Если же опухоль локализуется в воротах печени, распространяется из печени на крупные протоки, на бифуркацию желчных протоков, я уж не говорю о раке желчного пузыря, который сегодня мы, в общем-то, специально не обсуждаем, но это тоже опухоль, исходящий из как бы желчного эпители. Но тогда резекцию печени приходится еще дополнять резекции желчных протоков, конечно, холецистомии в блоке, и дальше соответственно выполнять реконструктивную операцию, соединять протоки оставшейся доли печени с изолированной петлей порудочной кишки. Понятно, что основная задача перед хирургами, когда мы видим такого пациента, понять, мы можем ли выполнить эту радикальную операцию или нет. И, конечно, возможность выполнения операции прежде всего зависит от степени распространенности опухоли и, конечно, общего состояния пациента. Может быть, опухоль резектабельная, мы ее можем удалить, но мы видим, что пациент, к сожалению, по тяжести сопутствующих заболеваний не может перенести операцию большого объема, и тогда нам приходится задумываться, а что же делать, тогда основная задача снять симптомы, в частности, механической желтухи, выполнить один из вариантов стентирования, разрешить желтуху, получить биопсию, дальше заниматься системной химиотерапией с учетом данных морфологии, иммуногистохимии, и сейчас мы начали смотреть генетические мутации, потому что при неэффективности системной химиотерапии, стандартной, в ряде случаев может помочь и подбор индивидуальных препаратов. В плане диагностики я уже говорил о ряде исследований, которые важны с точки зрения диагностики холанцелярных канцеров, и в частности вы видите чувствительность, специфичность и точность различных диагностических методов, как лабораторных, таких как СЕ19-9, так и компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, эндоскопичной реградной холангиографии, эндоузи и диагностической лапароскопии. Вот вы видите на этом слайде, что лучевые методы диагностики, таких как МРТ, МРХКГ, КТ и эндоузи, я уж не говорю о прямых методах контрастирования, таких как эндоскопическая ретрограммная таланграфия или чрезкожная таланграфия, имеют большую чувствительность и диагностическую точность. Вопрос о лапароскопии диагностической. В ряде случаев она целесообразна, когда у нас нет явных признаков нерезиктабельности, однако мы видим очень высокий уровень онкомаркера СЕ19.9, допустим, в 100 раз превышающий нормы, выше 1000. Мы можем начать с диагностической лапароскопии, дабы выявить мелкие очаги отсевов по брюшине, то есть канцероматоз, взять биопсию, взять жидкость, если есть астетическая анацитологию, и как бы не выполнять эксплуатированную лапаротомию. Но, к сожалению, диагностическая лапароскопия точно ставит 50%, потому что мы нередко не можем во все части брюшной полости залезть и найти какие-то мелкие очаги, которые вышли за пределы этой опухоли. Поэтому в нашей практике мы редко делаем диагностические лапароскопии, мы ориентируемся на данные клинического обследования, данные КТ, МРТ, если нужно ПЭТ-КТ, данные физикального обследования, если пациент операбельный, если его физиологический статус, физический статус, анасологический риск, позволяет выполнить ему большую радикальную операцию, тогда мы ее выполняем и все равно, несмотря на наши, будем так сказать, глубокие познания в этой патологии, все равно частота эксплоративных лапаротомий достигает 5-10%, то есть нередко мы вмешиваемся в надежде помочь пациенту, а потом мы видим визуально, пальпаторно и понимаем, что лапароскопии, если бы мы делали, все равно бы мы это не увидели, только эти пальпаторные, пальпации и интерпретационные ультразвуковые исследования в ряде случаев позволяют нам как бы либо сказать, что да, все-таки мы сможем делать операцию, либо нет, не сможем, потому что мы нашли не диагностированные до операции очаги канцероматоза, мелкие метастазы в печени или вовлечение лимфоузлов отдаленных, в частности в чревном стволе параотально. Предоперационное дренирование желчных протоков. Я уже говорил, что одним из основных симптомов механических симптомов холанцеллярных канцеров, особенно воротной холанцеллярной карцинолы, когда опни находятся на уровне общего пищуночного протока или в дистальном отделе протока, на первое место выходит симптом механической желтухи, синдром механической желтухи. Гипербелирубиномия, признаки желчестаза в виде неукротимого желчного, вернее, кожного зуда, и в этой ситуации вопрос встает такой, а нужно ли дренировать внутрепеченочные протоки, как дренировать эти желчные протоки, если мы имеем механическую желтуху длительную, если желтуха выше 200 микромолей на литр, если пациент тяжелый и требует предоперационной подготовки, если нам нужно проводить какие-то дополнительные подготовительные этапы перед операцией, несомненно, показано предоперационное дренирование желчных протоков тем или иным вариантом. Какие же варианты предоперационного дренирования существуют? Это возможно выполнить либо ретроградно, то есть эндоскопически, поставив стенд за пределы структуры, это может быть стенд дистальный отдел протока, если кладкино, то стенды в проксимальном участке, но это требует очень большого опыта эндоскопического и прекрасной подготовки как специалиста, так и наличие оборудования, которое позволяет это выполнить. Кроме того, наиболее частом будем так говорить в нашей стране вариантом разгрузки является чрезкозное чрезпеченочное дренирование желчных протоков, собственно говоря, оно менее сложное при проксимальных блоках, которые требуют, как я говорил, подготовленный специалист эндоскописта, но в общем-то позволяет разгрузить те участки желчных печени, которые не дренируются при холанцерноме той и иной локализации. Кроме того, предположим, мы раздренировали механическую желтуху, мы поставили пациенту диагноз, мы видим, что опухоль удалима, но в ряде случаев мы можем отказаться от операции сразу. Почему? Потому что когда мы начинаем думать, а какой вариант операции выполнить, обычно речь идет о правосторонне расширенной гемогипотоктомии, мы видим, что размеры предполагающего остающегося остатка печени меньше 20% или 20% на фоне имеющейся диффузной патологии печени в виде жирового гепатоза. Вот что делать в такой ситуации? В такой ситуации есть варианты, которые позволяют нам до операции немножко увеличить объем печени, довести ее до того объема, когда удаление печени вместе с опухолей и желтными протоками пораженными не будет рискованно в том плане, что разовьется послеоперационная печеночная недостаточность. Вот эта манипуляция, операция эндоваскулярная называется предоперационная эмболизация воротной вены. Обычно это касается, я говорил, правой воротной вены. Тогда перед операцией, когда мы предполагаем, что у пациента небольшой остаток печени и компрометирована она, и у нас есть возможность все-таки выполнить резекцию печени после увеличения остающего печени мы выполняем эмболизацию воротной вены со стороны опухоли и через три недели обычно выполняем контрольное исследование в виде компьютерной томографии с нутриеном усилением, подтверждаем, что нет прогрессирования опухоли, а это тоже может быть после портальной эмболизации, потому что сам факт перекрытия воротного кровотока может стимулировать рост тех мелких метастазов, которые мы не видели в печени и это собственно говоря тоже важный не только лечебный я бы сказал подготовительный этап большой операции, но и возможность оценить биологию опухоли и выявить те невидимые мелкие метастазы, которые на момент портальной эмболизации отсутствуют. Вот через три недели обычно печень может увеличиться на 20-30% и мы можем выполнить такую ситуацию уже вторым этапом операцию с меньшим риском развития печеной недостаточности. Надо сказать, что в настоящее время появились и другие методики, которые позволяют ускорить выполнение второго этапа операции. В частности, так называемая ALPS процедура, когда выполняется оперативное мешательство, оценивается резиктабельность, если опухоли резиктабельны, однако размеры остающейся печени, речь идет обычно о втором-третьем сегменте печени, небольшие, тогда производится перевязка и пересечение правой воротной вены, разделение паренхемы печени в плоскости предполагаемой резекции печени в дальнейшем и дальше на этом этапе собственно говоря операция останавливается и ушивается брюшная полость и дальше через 7 дней развивается выраженная гипертрофия оставшихся второго-третьего сегмента и первого сегмента печени за счет того, что мы полностью разделили все во-первых перетоки от слева направо разделив паренхему перевязали воротную вену и выбрасывается большое количество факторов роста и гипертрофия в такой ситуации развивается быстрее и через 7 дней мы выполняем уже вторую операцию когда мы уже практически мобилизованную подготовленную для удаления правую долю печени удаляем то есть остается только перелезать пересечь правую печеночную артерию проток и правую печеночную вему операция сложная и при холан целярном канцере не очень ее любят потому что частота после операционных осложнений и летальность значительно выше эта операция больше рекомендуется для выполнения у пациентов с колоректальными метастазами в печени какие же цели преследуются при внутрепеченочной холанциноме как и впрочем при других холанцином первая цель конечно достижение R0 края резекции то есть получение такой вполне резекции что в крае наши морфологи не видели клеток опухоли кроме того нужна ли лимфа или диссекция при печеночных и внутрепеченочных холанциномах но большая часть специалистов склоняется что не нужна потому что когда опухоль находится на периферии допустим печени я не говорю о воротах когда сама операция требует выполнения диссекции гептональной связки поэтому понятно что мы удаляем все лимфузлы находящиеся в этой зоне в объеме R1 вернее D1 и D2 если понятно общепеченочная артерия выделяется но когда мы говорим о внутрепеченочной холанциноме обычно если мы не видим никаких измененных лимфоузлов в воротах печени или гептональной связке мы не выполняем лимфодиссекцию потому что она никак не продлевает жизнь и не имеет никакого значения потому что если вспомнить пути лимфотока из опухоли печени то они идут не только в гептональную связку лимфоузлы и чревовые ствола но идут через мелкие лимфатические сосуды через диафрагму лимфоузлы средостения поэтому даже сам по себе этот факт собственно говоря говорит о том что нет смысла большого лимфодоноктомии из гептональной связки при внутрепеченочной холанциномии вот при выполнении R0 резекции при холанциномии карциномии внутрепеченочной мы достигаем пятилетней выживаемости в 40% случаев вы видите что предикторами плохого прогноза является ранинрезекция печени поражение лимфоузлов и сосудистая инвазия внутрипротоковая инфильтрация опухоли я уже показывал слайды когда узловая спири протоковая инфильтрация это наиболее так и плохая опухоль с точки зрения прогноза отдаленного какие же результаты мы видим при холанге карциномии воротной а именно опухоли исходящей из эпителия общепченочного протока опухоли кладкина пятилетней выживаемость при R0 резекции мы можем получить даже до 60% однако R0 резекции достаточно сложно достигаемо при этой опухоли и мы можем выполнить R0 резекцию только в 40% иногда 50% случаев но к сожалению учитывая локализацию этой опухоли и вариант ее роста достичь R0 края резекции очень сложно но независимо от этого даже при R1 резекции мы можем добиться собственно говоря выживаемости удобоваримой с точки зрения онкологической а именно достичь 35-40% предикторами плохого прогноза является R1 резекция мы уже говорили поражение лимфоузлов перинеральная инфильтрация и степень дифференцировки опухоли поэтому конечно операции сложные потому что дабы достичь R0 резекции хотя бы желание достичь и возможности достижения требует выполнения достаточно большого объема операций в виде правосторонней расширенной левосторонней расширенной гемиогипотектомии с резекцией вне печеных злостных протоков с последующей реконструкцией а также если мы говорим обухоликвацки на выполнение лимфоденоктомии в объеме D2 то есть из гептональной связки и по ходу общепеченочной артерии вот такие варианты операции собственно говоря возможны при холангиоцеллярном раке протоковом воротной холангиоцеллярной карциномии и центральной внутрепеченочной холанциномии с вовлечением ворот печени на данной картинке вы видите левосторонняя гемигипотектомия с удалением первого сегмента печени с бигипатикой июностомией это вот такой вариант операции кроме того возможно вмешательство в виде правосторонней расширенной гемигипотектомии здесь показана реконструкция воротной вены и бигипатикой июностомии с протоками 2-3 2-3 сегмента печени и наконец расширенная левосторонняя гемигипотектомия когда мы удаляем 1-2-3-4-5-8 сегменты печени и остается у нас только 7-6 сегмент печени соответственно выполняется уже анастомоз с протоками 6-7 сегмента сегмента в печени такая сложная большая операция но в ряде случаев позволяющая достичь R0 резекции при данных опухоли ну и давайте посмотрим какая же общая выживаемость больных после выполнения операции в частности при опухоле кладки у разных авторов вы видите что 5-летняя выживаемость и вот тут R0 при R0 резекции именно я подчеркиваю у ряда авторов в частности Дали Вера достигает 63% в случае но в среднем да она составляет от 50% но если посмотреть количество выполненных операций у всех авторов вы видите что это 34% 50% 83% то есть учитывая достаточно редкость этих опухолей да и большую частоту поступления пациентов уже с невезиктабельными опухолями даже ведущие центры да которые занимаются постоянно гепатопанкреатобилярной хирургией не оперируют больше 20% пациентов радикально я имею ввиду в год по поводу опухоли Клацкина вот и апеллируют результатами там 5-летними 10-летними включая туда 80 пациентов 100 пациентов там 150 если мы хотим получить больше количества пациентов то необходимо комплексироваться необходимо проводить метаанализы изучать и сопрягать данные результаты различных клиник и пытаться выявить те или иные факторы риска которые имеются у тех или иных пациентов которые позволят нам что-то улучшить в плане отбора пациентов на операцию или выполнения самой операции но я повторяю что на данный момент мировой опыт уже очень большой и мы в принципе знаем как надо оперировать что нужно делать вопрос биологии опухоли мы нередко делаем R0 резекцию и через 5 лет мы имеем рецидив мы иногда делаем R1 резекцию я уж не говорю R2 это совсем плохо и мы не видим прогрессирования опухоли это очень интересная ситуация когда биология опухоли во многом тоже определяет результаты несмотря на как бы различные варианты радикальности оперативного лечения вот выживаемость больных после выполнения резекции печени по поводу холангерцином я уже не буду комментировать данный слайд потому что ну в общем вы видите что при R0 резекциях можно добиться 5 летней выживаемости у 50% пациентов дистальный холангерцинярный рак опухоль которая располагается в дистальном отделе общего желудочного протока то есть обычно это интрапанкреатический отдел идет нередко проявляется желтухой но когда мы начинаем выполнять ультразвуковые исследования КТ или МРТ мы не видим опухоли видим сужение и тут и наступает проблема а что это такое это доброкачественная структура хронический панкреатит или это опухоль дистального отдела конечно нам нужна верификация потому что слава богу не все структуры в дистальном отделе это канцер и не дистальная холангерцинома есть и доброкачественные сужения на фоне хронического панкреатита или хронического воспаления или предшествующие и так далее поэтому конечно нам нужна биопсия или верификация адекватная с использованием допустим эндозии которая позволяет более прецизионно оценить варианты изменения желчного протока на уровне эндопатокреатического отдела цели операции все те же самые это р-0 резекция выполняется стандартная операция панкреатинальная резекция обычно мы выполняем при такой локализации опухоли пилора сохраняющий панкреатодольные резекции естественно выполняется лимфоденектомия в объеме D2 и 5-летняя выживаемость при R0 резекции достигает 50% предикторами прахового прогноза является R1 резекция что при дистальной холанцеллярной карциномии редко бывает если мы выполняем R1 резекцию то есть это говорит о том что опухоль из дистального отдела желчных протоков вышла за пределы самого протока ушла в панкреас в ретропанкреатическую клетчатку и мы выполнили операцию и морфолог видит клетки опухоли в срезе но это advance это запущенная опухоль дистального отдела холедах поэтому вероятность такого ну небольшая понятно что изучение удаленных лимфоузлов считается нормальным когда изучается более 20 лимфоузлов парапанкреатических и если мы их изучаем и в них в одном или двух я уж не говорю в большем количестве находят метастазы аденокарциномы то прогноз несомненно значительно снижается понятно что лимфовенозная инфильтрация снижает также ухудшает прогноз в любом случае во всех ситуациях при R0 резекции при R1 резекции все наши пациенты после наших операций на данный момент требуют одевантной терапии химиотерапии с учетом гистологии опухолей в большинстве случаев на данный момент используются 5-летнюю выживаемость по данным разных авторов при раке холансоярном дистальной локализации вы видите что максимальные данные 5-летней выживаемости японских авторов это 62% отдаленная выживаемость но это всего 36 они анализировали своих результатов наибольшее количество прооперировал оливера и по данным 229 конкретно анальных резекций 5-летняя выживаемость при R0 резекции у нее составила 27% я думаю что этим цифрам можно доверять трансплантация печени при холансоярном раке когда она показана и каким пациентам это выполняется холансоярный рак совершенно нехорошая опухоль для выполнения трансплантации печени до сих пор ее выполняют лишь при воротной холангиокарциномии когда это молодые люди с локализованными раками на уровне ворот печени общий печеночный проток бисмут 4 как вы видите распространяется на право налево когда не имеется отдаленных метастазов когда нет метастазов региональной лимфоузлы и проблематичное выполнение ноли резекции или допустим это опухоль развилась на фоне циррозы печени то есть просто невозможно выполнение резекции ввиду функциональных резервов печени вот тогда такие пациенты и это показали наши коллеги из МИО если проводить тщательный отбор пациентов если проводить соответствующую неодевантную терапию по протоколу клиники МИО то мы можем достичь у этой категории пациентов тяжелой категории пациентов с точки зрения локализации опыта 82% выживаемости 5-летний это лучшие результаты при лечении холанокарцином но опять-таки повторяю это очень небольшое число пациентов с локализованными опухолями общего печеночного протока при строгом соблюдении соответствующего протокола вопросы о дювантной терапии я уже говорил об этом на данный момент мы всем пациентам которые перенесли операцию по поводу холанокарцином канцера рекомендуем проводить дополнительную терапию в виде системной химиотерапии однако предложены варианты и радиотерапии и комбинированной химио-радиотерапии брахи терапии с использованием если нужно внутри протоков и иридия 191 и использование фото динамической терапии сейчас много опций для воздействия на протоки после либо условно-радикальных R1 резекции либо в ряде случаев при нередикабельных опухолях неодевантной терапии вот об этом как раз я и говорил в аспекте лечения пациентов с воротной холанокарциноми которым предполагается выполнение трансплантации печени вот это неодевантная терапия протокола МИО если пациенту перед операцией выполнять лучевую терапию до 4000 сантиметра и два приема затем вводить 5-фтурацил в соответствующем дозировке проводить брахитерапию и назначать ксилоду в соответствующем варианте который прерывается за неделю до трансплантации кроме того после выполнения вот этой неодевантной терапии естественно проводятся стандартные исследования компьютерной томографии грудной клетки брюшной полости для подтверждения отсутствия прогрессирования опколи дальше выполняется лапаротомия тщательная ревизия органов брюшной полости понимание того что нет ничего вне печени нет ничего вне общего желтного протока и тогда после вот такой неодевантной терапии выполняется трансплантация печени и мы тогда можем получить такие результаты которые я уже вам сказал а именно 85% отдаленная выживаемость палеотерапия показана 50% пациентов с колонцев и раком к сожалению на момент поступления пациента диагностический центр когда мы их видим возможность выполнения радикальной операции имеется только у где-то процентов 30 в лучшем случае половина остальные к сожалению либо не могут перенести операцию ввиду сопущих заболеваний либо ввиду распространенности процесса потому что мы видим наличие метастазов в печени наличие отдаленных метастазов наличие метастазов в лимфоузлы параортальные чревного ствола в такой ситуации когда у пациента имеется механическая желтуха понятно мы об этом уже говорили показано эндоскопическое стентирование или чрезкожная чрезпеченочная холангиостомия ну обходные анастомозы сейчас уже мало кто делает потому что минимальные инвазивные варианты лечения позволяют нам собственно говоря добиться разгрузки протоков после чего показано несомненно присоединение системной химиотерапии а также других вариантов таких как уже я говорил радиотерапии лучевой терапии внутрипротоковой брахиттерапии серия токсической брахиттерапии то есть сейчас опции достаточно много главное чтобы пациент по своему физическому статусу был стабилен и мог перенести весь объем предполагаемый назначаемый одевантный терапии или палеотивной химиотерапии у пациентов с нерезиктабельной опухоли существует также и еще такие палеотивные методы когда мы воздействуем на очаги допустим оставшиеся или рецидивы холанцелярного рака после наших операций радикальных как радиочастотная абляция а также трансартериальная химиоболизация химиоинфузия ну и очень коротко давайте мы остановимся я сейчас лепестую читаю одну секунду извините остановимся на клинических примерах которые позволяют нам осветить то о чем я говорил вот посмотрите это пациентка 69 лет которую мы увидели вот с такой внутри печеночной холанки карциномы очень неприятной локализации вы видите она расположена в центральных отделах печени занимает четвертый сегмент распространяется на второй третий сегмент на первый сегмент вот этой пациентке мы выполнили я уже показывал схему левостороннюю расширенную геми гипотектомии вот здесь вы ниже видите характеристики этой опухоли к сожалению через два месяца у нее появились метастазы в остатке печени через пять месяцев местный рецидив в области протока механическая желтуха которая потребовала дренирования протоков шестого седьмого сегмента печени и дальше пациентка уже пошла на радикальную вернее на палеотивную лучевую и химиотерапию следующий пример это пациентка которая с опухоли кладкина была оперирована и ей было поставлено стенд и дальше мы ее лечили уже после стентирования сначала консервативно потом после разгрузки желтухи выполнили радикальную операцию вы видите данные МСКТ и МРХГ при опухоли допустим кладкина вы видите мы можем визуализировать ее уровень измерить размеры если она позволяет по своим размерам это сделать и дальше понять насколько распространяется эта опухоль и какой вариант операции мы можем сделать вот эта операция была выполнена после предварительной декомпрессии вы видите этапы операции когда выделяются структуры все гепатинальные связки ворот печени вот на турникет взята собственно говоря левая воротная вена общий печеночный проток вместе с опухолью и блок желчным пузырем подняты да алисом зажимом дальше была выполнена уже левосторонняя гемегипотектомия вы видите протоки правые передние правые задние куда введены зонды и с этими протоками была уже наложена гепатика июна была выполнена стомия вот это удаленный препарат который дальше тщательно анализируется морфологами изучается края раны и дальше мы собственно говоря выполняем одиуантную химиотерапию с учетом уже данных ему на гистохимии и так далее вот тоже интересное наблюдение когда у пациентки 73 лет после курсов химиотерапии мы увидели вот такую опухоль холан-селяно-карциному левой доли имелся один МТС передней брюшной стенки и один гастроколики мы соперировали эту пациентку потому что кроме вот этих двух резектабельных но будем так сказать уже вне самой холан-карциномы опухоли передней брюшной стенки имелись и мы соответственно сделали пациентки левостороннюю вы видите гемегипотектомию вот так вот выглядела эта опухоль круглая связка на держалке выделение структур печени здесь вот перевязан общий желчный проток выше 12-перстной кишки вот здесь вы видите держалка на воротной вене опухоль вырастала в левую воротную вену на уровне бифуркации и вовлекала левую печеночную артерию больная перенесла левостороннюю гемегипотектомию с резекцией с реконструкцией воротной вены в области бифуркации и дальше были наложены анастомозы с протоками правой передней правой задней задними протоками правой доли печени пациентка выписалась чувствует себя хорошо и продолжает одевантную химиотерапию вот это окончательный вид операции собственно говоря вот я наверное не буду больше занимать ваше внимание потому что можно долго приводить клинические примеры долго рассказывать о каких операциях операциях которую мы делаем при той иной опухоли той локализации вывод только один что конечно мы получаем хорошие результаты при ранней диагностике этой опухоли конечно мы можем получить хорошие результаты лечения при мультидисциплинарном подходе при анализе пациента совместно с онкологами химиотерапевтами хирургами гипотологами лучевыми диагностями и патоморфологами и вот в таком комплексном мультидисциплинарном варианте мы можем понять какой вариант лечения найти пациенту подобрать индивидуальный нужна ли предоперационная декомпрессия желчных путей или портальная эмболизация нужна ли неодевантная терапия или не нужна какую операцию выполнить в каком объеме нужна ли одевантная терапия после этой операции каков прогноз у этого пациента какие варианты одевантной терапии ему показаны мы видели что их очень много надо рационально подобрать тот или иной вариант терапии и тогда мы будем иметь хорошие результаты а хорошие результаты на данный момент пока это 50-60% 5-летняя выживаемость при R0 резекциях или если мы берем по всем стадиям по всем вариантам резекции включая R1 это от 20 до 40% 5-летняя выживаемость понятно что перспективы развития данной проблематики заключаются вне хирургических наших способностей а заключается в поисках тех механизмов тонких онкогенеза при той или иной опухоли выявлении чекпоинтов так называемых тех мутаций которые мы можем и пытаемся найти препараты которые могли бы блокировать данные рецепторы и конечно в итоге конечно перспективы за лечение таким химиотерапевтическим таргетной терапии иммунотерапии ну и наша операция тогда когда мы имеем дело с запущенными вариантами но резектабельными вариантами так говорить а что опухоль холанцеллярный канцер очень интересный требует дальнейшего изучения я думаю что мультидисциплинарный подход это единственное решение данной проблемы спасибо за внимание что это 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 мы как это это